Гости отличились усилиями форварда Брейди Нашина, восьмая минута, а российский нападающий Сент-Луиса Владимир Тарасенко, 22, удвоил преимущество своей команды в самом начале второго периода. После этого хозяева полностью перехватили инициативу, отправив в ворот одного из лучших новичков текущего сезона Джордана Беннингтона четыре шайбы. Точными бросками отметились Коннор Клифтон, 23, Чарли Маковой, 33, Ишон Курали, 46. Брэд Маршант, 59, забрасывал шайбы уже в пустые ворота. В составе Бастона из-за травмы не смог принять участие нападающий Кристофер Вагнер. У гостей по этой же причине встречу пропускал защитник Винсдан. Тарасенко провел на площадке 16 минут 15 секунд, сделал два броска, один силовой прием и завершил матч с показателем полезности плюс один. Форвард Сент-Луиса набрал 14-е, 9 шайб плюс 5 передач, очков текущим плей-офф, продлив свою результативную серию до 7 встреч. По этому показателю он вышел на третье место в истории клуба, опережает россиянину Бретхал и Гарри Сабурин, по 8 игр, а также Тони Карри, 9. Другой российский форвард Сент-Луиса, Иван Барбышев, отыграл 14 минут 5 секунд, совершил сразу 6 силовых приемов, но результативными действиями не отметился. Беннингтон отразил 34 броска по своим воротам. На счет уголкипера Бастона Тууки Раска 18 сейвов. Хозяева перебросали соперников практически в два раза, 38-20. Лучшим игроком встречи стал Курали, 1 плюс 1, второй звездой был признан форвард Бастона Маркус Юханссон, третий, Клифтон, 1 плюс 0. Для Сент-Луиса выход в решающую стадию стал четвертым в истории команды. Последний раз клуб был участником финала в сезоне 1969-70. Тогда Сент-Луис уступил именно Бастону, не сумев взять верх ни в одной встрече, 0 минус 4. Команда ни разу в своей истории не одерживала победу в финальной серии плей-офф, так как и два других решающих противостояния с Монреалем завершились поражениями в сухую. 2 января 2019 года команда располагалась на 31-й строчке, набрав 34 очка в 37 играх. В оставшихся матчах клуб одержал 30 побед, установив рекордную победную серию в своей истории, 11 игр, и потерпел 15 поражений, 5 из которых в овертами или серии буллитов.